Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об электрозаправках и резидентных разрешениях. С 1 ноября мы стали жить лучше. Теперь каждая автозаправочная станция нашей Родины обязана иметь на своей территории колонку для зарядки электромобилей. По оценкам компании Россети, число зарядных станций уже в этом году вырастет на 20%. Давайте обратимся к цифрам и оценим масштаб происходящего. Всего в нашей стране действует аж 60 пунктов зарядки. Большинство из них приходится на Москву и Санкт-Петербург. В регионах об этом чуде что-то слышали, но воспринимают это как часть фильма про далекое будущее. С самими электромобилями еще смешнее. Их в стране меньше 800. И ежегодный прирост составляет менее 100 экземпляров. До недавнего времени у нас официально продавался лишь один электромобиль Mitsubishi IMF. Но с рынка он ушел. Зато у нас есть теперь Renault Twizy, который больше похож на мотоцикл с крышей по цене сильно за 800 тысяч. Но интереснее другое. Лидером продаж в этом сегменте является Тесла, которая в Россию официально не поставляется. Вот такой у нас парадокс в сфере электрификации. Я, конечно, извиняюсь, но я опять про платные парковки. Власти Москвы в очередной раз пошли навстречу жителям города и внесли изменения в процесс получения резидентных разрешений. Теперь оно будет выдаваться не на год, как раньше, а сразу на три. При этом срок действия и способ оплаты автовладелец может выбрать сам. Не секрет, что бумажная волокита, связанная с получением разрешений, не раз становилась поводом для критики. Устали все. Автомобилисты от неразберихи, мэрия от потока ругани в свой адрес. В самих правилах парковки ничего не поменялось. На одну квартиру может быть выдано два разрешения. Получатель должен быть там либо прописан, либо может ориентовать жилплощадь по договору. Кроме этого, автомобиль или автомобили должны находиться в собственности желающего получить заветную бумажку. Как бы тем, кто передвигается на служебном автомобиле, власти подумать забыли. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин